Привет, друзья! Клуб Рятувальников Украины приветствует вас в лице администратора Коваленко Андрея, это я. На нашем YouTube-канале, который пока еще называется по-старому, Клуб Пожижной Ухороны Украины, ссылочка под этим видео на канал, мы открыли несколько плейлистов, создали несколько плейлистов, один из плейлистов называется байки, пожарные байки и так далее. Но сегодня я хотел тоже одну байку рассказать, но эта байка немножко, она грустная, ну скажем так, невеселая. Я бы даже сказал, даже не только грустная, а трагическая. Итак, байка называется «Пророческий сон». Дело происходило в 89-м году. События начались примерно в 89-м году, а закончились они в 92-м году. Или в 91-м, или в 92-м году, я сейчас не помню. Итак, я начальник караула, работаю в 18-й пожарной части города Днепр. Нахожусь я на дежурстве. Дежурство было у нас такое более-менее нормально, ночью не выезжали, короче, ночью спали. Ночью снится мне сон на дежурстве, что я как бы нахожусь по гражданке, и я присутствую как бы со стороны, я присутствую на каком-то пожаре. Стоят пожар в жилом доме, там 9-этажный или 12-этажный, но не суть важная. В жилом доме стоят пожарные машины, пожарные работают, рукава проложенные, проложенные рукавные линии. И вот из подъезда два пожарных выносят моего старшего пожарного, Володю Каргина. Я понимаю, что он там, ну, мертвый, каким-то образом он погиб. Его выносят. И я так, как-то так смотрю, и так тревожно. Вот. Ну, и там сон заканчивается. То есть я видел его, как его, он типа погиб на пожаре. Вот. Мы просыпаемся, 6 утра, подъем, начинаем, значит, идем там в туалет, там, умываемся. Вот. И, ну, зубы чистим. И он, ну, все же, ну, с караула. И я ему так в присутствии все говорю, слушай, слушай, что же, Володя, мне приснился сон такой. Ему рассказываю этот сон. Ну, мы посмеялись, типа там, да, что там оно, ну, мало ли, что там приснится. И я и забыл уже. Проходит пару лет, я увольняюсь с пожарной охраны. Мы уже со своими друзьями открываем бизнес. Вот. Пожарные тоже там занимаемся и зарядкой огнетушителей, и продажей огнетушителей, сигнализацией. Ну, то есть, там полный комплекс такой был у нас. Фирма мы организовали, МАСПа называется. Вот. И вот один из основателей этой организации, МАСПа, муниципальный акционерно-страховое пожарное общество. Это было то ли в 91-м, то ли в 92-м году. Олег Васильевич Граченко. Приходит к нам в офис и говорит, Андрей, ты знаешь Каргина с 18-й? Я говорю, ну, конечно, это мой подчиненный. Так вот, он сегодня погиб на пожаре. Я говорю, как погиб на пожаре? Я в шоке, блин. И меня вспоминает этот сон. Я говорю, знаете, Олег Васильевич, а я сейчас вспомнил, что мне снилось, что года три назад, снилось, что он погиб на пожаре. А он, да ты что? Я говорю, да. Ну, его еще родители не знают, что он погиб. Поэтому я сейчас буду ехать туда. И поедешь со мной? Я говорю, ну, давайте поеду. Вот мы приезжаем туда. Вот уже тут и вызвали еще скорую помощь. Вот. Я как сейчас вспомню. Значит, звоним мы в квартиру. А нас, получается, Граченко, я, еще там какие-то офицеры и медики. Открывает нам отец его. Я его знаю, ну, потому что, как там, знакомились, говорит. Заходит Граченко, захожу я. Тут выходит мама, сполошилась так. Что случилось? Что случилось? Что такое? Что случилось? Граченко говорит. Уважаемые родители, ваш сын, Коргин Владимир, геройски погиб на пожаре. Мамаша так бах и упала. Отец так побелел, так встал возле стены. Тут зашли врачи, сразу маму начали приводить чувства, уколы начали давать ей. Ну, в смысле, колоть уколы. Вот. И вот так все, как бы, как бы все произошло. Как он погиб на пожаре? Погиб, по сути дела, я вам хочу сказать, он нарушил технику безопасности. Они вдвоем зашли в квартиру, нарушили технику безопасности, открыли окно, для того, чтобы рукав вытащить. Как раз был этот приход кислорода в квартиру. Их просто там вспыхнул, сзади них вспыхнуло, значит, по сути дела, очаг возгорания. И квартира начала пылать, и их отрезало огнем от выхода. И они там, в принципе, подняли рукав, подсоединили его, связали его к батарее. Но один успел спастись, а Володя Каргин не успел. Вот такой, такая байка, вот такой трагический случай произошел в моей жизни. Вот такой был сон. И вот говоришь, вот не верь с нам, понимаете, не верь с нам. Мне пришлось в своей жизни поверить. Все, подписывайтесь на YouTube канал, на наш, ставьте лайки. Если подписали, ставьте колокольчик, чтобы уведомления, очень много интересных видео появляется. Пока.